Друзья, всем привет! Давненько не было новых видео на канале, сегодня мы будем менять эту тенденцию. И говорим мы сегодня о новом обновлении для HyperOS. Есть о чем поговорить, конечно не то, чего я как бы то ожидал именно глобально, но одну интересную фишку все же разработчики добавили. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. И что же, подопытным у нас сегодня выступает планшет Xiaomi Pad 6. Да, именно с него мы начнем обзоры новых обновлений. Кстати, еще вышла на Poco F5 Pro новая HyperOS, но я думаю, что в самое ближайшее время также сделаю вам видеоролик. В целом, что хотелось бы вам отметить, что прям чего-то сверх вау и кардинального по разделам мы с вами заметить не сможем. Это обычное обновление, которое нам добавляет там всевозможные оптимизации, фиксы, ну и тому подобное. Даже если открыть список изменений, вы увидите, что это просто у нас как бы как и обычно обновление системы безопасности и ничего нового. Если зайти там в другие разделы функции планшетов и тому подобное, состояние защиты, все так же мы с вами ничего интересного тут не найдем. И опять же, есть еще такой интересный момент, что как бы Android 14 на это устройство будет самым последним. И 15 Android это устройство не получит. Но опять же, очень много дискуссий на эту тему, но как говорится, поживем и увидим. Но пока мы отталкиваемся от того, что есть. Конечно же, у нас никуда не пропадает режим взаимосвязанность, который добавляется, который позволяет вам взаимодействовать между, допустим, умными часами, которые с HyperOS идут, а также вместе со смартфоном. Да, очень удобная экосистема. Но разработчики решили пойти еще дальше. И если вы помните, когда я рассказывал как бы в обзоре после презентации на глобальном рынке, разработчики нам дали некий такой спойлер, что они будут тестировать так называемый Xiaomi Smart Hub. То есть это некий тоже такой аналог, который встречается у определенных производителей, ну тоже по типу что-то экосистемы. И вот наконец-то в этом обновлении для этого планшета мы получаем данную историю. И также еще важно отметить, что на всех новых и актуальных смартфонах Xiaomi это будет предустановлено. И вот, пожалуйста, у нас в настройках уведомлений и строки состояния данная фишка появляется. И сразу вы задаетесь вопросом, как же оно работает. А все элементарно и до горя просто. Вы опускаете шторку и дальше вы тут наблюдаете. Либо Mi Home, кстати его можно скрыть. Я вам сейчас это продемонстрирую, потому что, ну в принципе нам, ну, неинтересен Mi Home. Вот мы его, пожалуйста, скрыли. И у нас остается лишь только Xiaomi Smart Hub. Если нажмем на три точки, нам откроется большое меню, в котором мы можем с вами выбирать наши умные устройства. Их тут может быть большое количество. Опять же, если у вас еще есть телевизор Xiaomi, вы можете это все дело между собой сопрягать. Но опять же, тут важно, чтобы у вас был телевизор глобальной версии. Еще также можно в перспективе будет и ноутбуки совмещать. И опять же, ноутбук должен быть глобальной версии. И вот также решил, для примера, взять свой Redmi Book 16 и 2 поколения. Но, увы, его сюда завести не удалось. Вот, допустим, у нас есть с вами умная щетка. Мы на нее нажали, но тут каких-то дополнительных операций мы с ней делать не можем. Потому что для того, чтобы нам доп. опции появились, нам нужно первый раз активировать ее. Но вот самый наглядный пример, который я вам могу показать. Это на примере наушников Redmi Buds 3. Вот они у меня получаются. Или Redmi Buds 3 Pro, как-то так они назывались. И вот, смотрите, вы сейчас могли заметить такую анимацию того, что у нас произошло подключение к планшету. И да, это очень удобно. И из этого меню вы можете выполнять всевозможные тонкие настройки со своим Bluetooth устройством. Да, тут еще интересен момент в том, что чем новее там у вас наушники, тем больше функций у вас тут будет появляться. И обновление прошивки, ну и так далее. Еще, кстати, есть какой момент, когда вы, допустим, отключились от вида того, который я вам только что показал. Наушники у нас добавляются на первое место, как в приоритете. И если, опять же, на три точки нажмем, они у нас будут висеть именно подключенными к планшету. Опять же, это очень удобно. А если вы хотите вызвать, опять же, дополнительные настройки, просто на них нажимаете и получаете всю необходимую информацию. Так что, очень удобная тема в плане Xiaomi Smart Hub, а также взаимодействия между смартфонами. В будущем, скорее всего, разработчики будут лишь только расширять все эти возможности, будут лишь только добавлять что-то новое. Ну и я думаю, что этим будет, конечно же, удобно пользоваться. По вопросам оптимизации, быстродействия, автономности, производительности, ну и так далее. Что могу отметить? Давайте поговорим по поводу оптимизации быстродействия. Планшет, ну, можно сказать, летает. Особых таких катастрофических багов я не заметил. Поставил сюда максимальную отрисовку в плане герцовки. И все очень плавно у нас работает. Если, как бы, версия рабочего стола для планшета будет, там, актуальной и свежей, я ее также выкину в свой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании. По другим и оставшимся функциям ничего такого я не заметил. Опять же, лишь только вот такие вот фиксы, которые мы с вами можем наблюдать в плане, может быть, чуть увеличенной автономки, ну и так далее. Да, вопрос автономки, он очень интересный. Я вам уже задолжал видеоролик по оптимизации HyperOS. Да, я помню. И вот так же постараюсь в ближайшее время все это дело провернуть. Кому так же интересно по производительности, что могу отметить? Тут у нас с вами такие показатели. Одноядерный и многоядерный тест. Опять же, я не помню, честно говоря, сколько было изначально у этого устройства из коробки. Но в любом случае, для 870 Snapdragon этих цифр за глаза хватает для того, чтобы выполнять различные задачи. Игры, там, допустим, какие-нибудь творческие задачи, соцсети, видеоролики, ну и тому подобное. Да, конечно, больше это устройство у нас... Да, у нас больше это устройство ориентировано, конечно же, для таких творческих людей. То есть, тут и клавиатуру, стилус можно подрубить. Тот же Mi Canvas у нас добавился относительно в недавнем обновлении, где он получается. Вот у нас Mi Canvas. Как бы тут нельзя рассматривать это устройство лишь только со стороны игр. Оно у нас более такое мультизадачное, что ли. И поэтому отсюда мы с вами будем отталкиваться о его возможностях. По всему остальному, что можно, вот, допустим, было бы затронуть в той же HyperOS. Ну, в частности, там, по вопросу экрана блокировки, его кастомизации. И тут ничего нового мы с вами не получаем, и все остается по-старому. Ну и, наверное, еще один из таких минусов, который, ну, в принципе, очень влияет на восприятие оболочки. Это отсутствие обновленных виджетов. Да, они у нас есть старенькие, которые, в принципе, по умолчанию их, к которым мы привыкли. Но хотелось бы также в этом разделе получить уже что-то новое. И, в общем, как-то так по данному обновлению. Так что, если вам пришло это обновление, если вы думаете вообще, в принципе, а стоит ли сейчас обновляться на HyperOS или нет, то, в целом, могу сказать, что динамика наблюдается положительная в плане исправления проблем, и обновить свое устройство стоит. Но если о чем-то забыл упомянуть, или же остались вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание, и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok